Прежде чем определиться с дизайном плинтуса в ваш дом, либо квартиру, следует узнать, какие же они бывают. Предлагаю пройтись по всем видам и узнать все плюсы и минусы плинтусов. Первый вариант плинтуса это плинтус из натурального дерева. Логичнее всего его будет выбрать в таком случае, если вы выбрали напольное покрытие из массива, то бишь это паркетная доска, либо инженерная доска. В таком случае плинтус из дерева лучше всего заказать у того же производителя, что и производит напольное покрытие. Но тут есть небольшой минус, так как дерево это натуральный материал, он расширяется, сужается в зависимости от температуры в помещении. Также он сильно реагирует на влажность в комнате. Поэтому деревянный плинтус это плинтус, который требует к себе бережного отношения. Следующий вариант это плинтус из МДФ. Плинтус из МДФ это МДФ, покрытый шпоном, либо эко-шпоном. В данном случае у нас есть отличный вариант подобрать свой плинтус в цвет напольного покрытия, так как тут огромное количество различных декоров. Вот, например, можете посмотреть. Тут и светлое дерево, и темное. Какое угодно. В принципе, в любой цвет вашего напольного покрытия. Плинтус из МДФ более прочный, чем деревянный плинтус, и менее подвержен перепадам температур и влажности в помещениях. Следующий вариант плинтуса это плинтусы из синтетических материалов, такие как дюрополимер, фитополимер, либо полиуретан. А разница в них по плотности. Менее плотный это полиуретан, более плотный дюрополимер, и самый плотный это фитополимер. Все эти материалы достаточно водостойкие, плотные и устойчивые к ударам. Такие плинтуса поставляются закрунтованными, они любят краску, их можно выкрашивать в любой цвет, какой вам заблагорассудится. Такие плинтуса могут быть различные по дизайну, они могут быть лаконичные, их можно использовать в скандинавском стиле, например, в паре с белыми дверями. Будет очень хороший вариант. Также они имеют различные резные формы, такие плинтуса более уместно будет использовать в интерьерах классических, либо неоклассических. Также в данной отделке плинтусов есть варианты для использования скрытой диодной подсветки. Такие варианты очень функциональны и удобны, особенно в коридорах, либо вдоль лестницы. Можно установить датчик движения, и это будет очень функциональный вариант для вашего жилья. Помимо вышеперечисленных преимуществ, есть еще одну в данном материале плинтусов, есть гибкие варианты. Они обозначены обычно в артикулах словом «флекс», с английского «гибкий». Такие варианты плинтуса можно использовать, когда у вас есть в интерьере колонны, полуколонны, либо эркеры. Следующий вариант – это металлический плинтус. В современных интерьерах, в таких стилях, как industrial, loft, high-tech, можно использовать такой плинтус. Он ударопрочный, он плотный, стойкий и хорошо эксплуатируется. Такой плинтус можно использовать во всех общественных зданиях, в аэропортах, в медучреждениях. Он создает элегантный вид помещения, минималистичный, гармонично сочетается со всеми видами облицовки стен. Это керамогранит, это покраска, это декоративная штукатурка, все что угодно. Следующий вариант – это плинтус скрытого монтажа, либо теневой плинтус. Так называется алюминиевый профиль, встроенный в нишу стены, таким образом, чтобы он не выступал за плоскость непосредственно самой стены. Стоимость его установки достаточно высокая, так как монтаж достаточно сложный, но при этом его популярность растет с каждым годом все больше и больше. Профиль скрытого монтажа может закрываться декоративной планкой, либо оставаться открытым. В таком случае мы можем говорить о теневом плинтусе. Если профиль скрытого монтажа не закрывает декоративная планка, создается эффект парящих стен, визуально увеличивает высоту и смотрится это очень красиво. Г-образный профиль теневого плинтуса устанавливается на этапе черновой отделки стен. Для этого проводят штрабление стены нижней его части, куда вставляется алюминиевый профиль металлический. Далее мы можем закрыть его планкой. Планку мы можем задекорировать любым отделочным материалом. Это может быть краска, это может быть декоративная краска, либо обои. Вот так вот выглядит плинтус скрытого монтажа. Вот это длина, высота его. Его можно установить на любую высоту, какая нам нужна. Остальная часть обрезается. Вот это глубина штрабления стены. В данную часть мы можем ставить декоративную планку. Декоративная планка выглядит вот так. Эту декоративную планку мы можем покрыть любым декоративным покрытием. Краска, штукатурка, обои и так далее. Тут мы видим плинтус теневого шва, который не закрывается декоративной планкой. Вот это высота парящей стены. Есть варианты, где мы можем ставить декоративную подсветку, диодную ленту. И он у нас будет подсвечен. Будет создан эффект прячественный. Ты уже договорила, да? И самый последний вариант плинтуса на сегодня это микроплинтус. Микроплинтус это металлический плинтус. Он достаточно ударостойкий, прочный и хороший, удобный в обиходе. Его можно мыть и с ним ничего не будет. Вот. Микроплинтус используется в интерьерах с минималистичным дизайном. Это тонкий плинтус, который красиво подчеркнет линию вашего пола. Микроплинтус используется для того, чтобы закрыть компенсационный зазор между напольным покрытием и декоративным покрытием вашей стены. Смотри. Вот это наша стена. Вот тут щель, компенсационный зазор. Закрывает данная часть металлического профиля. Немного покрывает напольное покрытие и заходит на стену. Таким образом, он очень практичный, хорошо моется, ударопрочный, так как он из металла. И выглядит из-за этого все очень утонченно и красиво. Есть еще такой вариант, который не заходит на стену, а просто примыкает к стене. Менее практичный вариант, так как когда мы моем полы, то сюда будет попадать влага. И напоследок, самый главный вопрос современности. Под что же нужно подбирать цвет плинтуса? Я сейчас вас, наверное, огорчу, но правильного варианта ответа не существует. Вы можете подбирать цвет под что угодно. Под что вашей душе? Душеньки. Душеньки. Вы можете выбирать цвет плинтуса под что вашей душе угодно. Это могут быть стены, это могут быть двери, это может быть напольное покрытие. Вы можете сделать даже его контрастным, выкрасив любой цвет, которого нету в вашем интерьере. Для того, чтобы сделать на нем акцент. Но, если вы боитесь промахнуться и ошибиться, есть лайфхак, который точно приведет вас к успеху. Красьте плинтус в цвет стен. Таким образом, он сольется со стенами, не будет выделяться и сделает визуально стены выше. Если наши советы были полезны, смотрите, подписывайтесь и комментируйте.